Не знаю страха, не боится пуля На свету атака, корабли мерчули Пушкими отбили, зарадом от души Веся Россия знаю, джигитын гуши Снова власти созывала горноездников лихих Тесной дружбою сковала нас война ковудовых Белоснежные вершины, гор Кавказа вам привет Я не знаю исполины, вас увижу или нет С самого начала Кавказской войны Российское руководство искало пути сближения с кавказскими народами В том числе одним из путей было учреждение в 1828 году Особого лейб-конвоя, состоявшим из сотни горцев Представлявших народы Северного Кавказа Два года спустя этот лейб-конвой расширился До лейб-гвардии полуэскадрона горско-кавказского конвоя И это положило начало участию горцев в военной истории российской армии В 1838 году на службу в российскую армию Вступил Мачко Байсагурович Базоркин Позднее ставший известным как первый офицер среди ингурского народа Ингурский общественный и военный деятель Полковник российской императорской армии Мачко Байсагурович Базоркин По документам Сергей Федорович Родился 10 апреля 1817 года По некоторым данным 1820 года В ингурском селении Тимурко Рядом с которым находились села Тоти и Зоура-юрт Зоурова Недалеко от последней была заложена и построена крепость Владикавказская Вблизи которой прошли детские и юношеские годы Мачко Байсагуровича Это наложило определенный отпечаток на его судьбу и судьбу его соплеменников В дальнейшем многие из них прошли службу русской армии Отец Мачко Байсар был грамотным человеком и хорошо говорил на русском языке Предположительно, образование он получил в Моздокской школе Единственном в то время образовательном учреждении для детей северокавказских горцев В 1835 году Мачко был принят учеником в Тифлийскую духовную семинарию Там он обучался нескольким языкам, в том числе грузинскому языку И в 1938 году он был принят на службу как переводчик Владикавказского коменданта С тех пор его военная служба пошла в гору И за заслуги он был переведен во многие чины В возрасте 18 лет, благодаря владению четырьмя языками Грузинским, Осетинским, Чеченским и Русским Его взяли на работу в качестве переводчика при управлении Владикавказского коменданта 18 декабря 1838 года он поступил на военную службу Участвовал в Кавказской войне 1817-64 годов И был произведен офицерский чин и назначен приставом Алагирского и Куртатинского осетинских обществ В 1943 году Мачко в качестве переводчика поступает на службу Приставу Назрановского и Корабулакского обществ Будучи помощником пристава, он заведует комбелеевскими хуторами И организует на территории этих хуторов селение, получившее на роде его имя Мачко-Юрт Село Базоркино, пригородного района Чечена-Ингушетия С 1944 года село Чермень, пригородного района Северной Осетии За хорошую службу его сначала производят подпоручики, после в поручики, а затем и штабс-капитаны В том числе дослужился до звания подполковника и позже полковника Это породило целую прияту военных представителей из нашего народа В том числе и представителей этого тейпа и фамилии Базоркин Его дело подхватил его младший сын Бунахо, который является первым царским генералом среди ингурского народа Сыновья Бунахо Базоркина продолжили его дело Это Базоркин Муртуз и Базоркин Крымсултан Они участвовали во всех войнах, сопровождавших их военный путь В том числе и русско-турецкий, и русско-японский, и Первая мировая война В августе 1853 года высочайшим приказом он зачислен в Кавказско-Горский конный дивизион собственного его величества императорский конвой В 1975-м переводится на службу терскую, постоянную милицию, командиром сотни В чине подполковника он выходит отставку по выслуге лет Верная служба Мачко Базоркина отмечена высокой наградой Орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» Два года спустя он получает орден Святой Анны 3-й степени с бантом, позже 2-й степени с мечами Ему и его сыну Андрею Саадуле присваивается титул «Потомственный дворянин» Не стало Мачко Базоркина в 1891 году Он был захоронен именом склепе в родовом селении Базоркино В 1944 году после депортации ингушей местные власти уничтожили склеп Но его имя и подвиги останутся в памяти потомков Субтитры создавал DimaTorzok